С 1 сентября 2020 года ученики начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в марте 2020 года. Напомним, что ранее подобная привилегия была только у льготных категорий учащихся. В подмосковных школах сейчас каждодневно проходят проверки пищеблоков. Особое внимание уделяют их санитарному состоянию, качеству продуктов питания и готовых блюд, а также их соответствуют принятым нормам. Очень важно, чтобы все дети получали очень качественное, хорошее питание. И это важная история для того, чтобы и родители не думали, как покормить с утра детей или в обед, и были заняты своими делами. Согласно закону, в меню учащихся младших классов должны быть горячие блюда и горячие напитки. А вы идем все время добавляете? Идем все время добавляете? Нет, да, обязательно. У нас кашу едят с единой. Единственное, что мы, конечно, кашу не всем кладем, мы оденем, потому что мы все дети едят кашу с единой. Люди платят деньги, люди платят деньги за обеды. Они должны знать, что едят их дети, насколько это вкусно или сколько идет в ведро. Для нас важно, чтобы то, что мы эту услугу предоставляем, она действительно нравилась, питание было вкусным и полезным для детей, полноценным вкусным питанием. Также во время своего визита в Ульянинскую школу министр спорта и физической культуры Подмосковья Роман Терюшков пообщался с юными спортсменами и посмотрел, как же на базе школы работает образовательная программа «Точка роста». С ее помощью ребята оттачивают свое мастерство в шахматах и робототехнике. Шахматы помогают быть успешными в предметах точных наук. Я спросила чуть пораньше, когда были, насколько успешны в математике. Мы поговорили о том, что еще нужно. И вот в той программе, национальной программе, которая предусматривает еще дополнительное оборудование, территориальное управление Ульянецкой тоже участвует, и сюда тоже поступит еще дополнительное оборудование. Егор Кабанов и Дмитрий Курунов. Для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин